Дорогие соседи, мы с вами живем в курортном районе. Нам повезло. Мы живем в уникальных природных условиях, с прекрасным воздухом, в окружении озер, рядом с Финским заливом. Красота! К нам приезжают на отдых не только из других районов Петербурга, но и из разных городов, и из-за границы. А насколько мы ценим данную нам природную красоту? И что изменилось за последние 30-40 лет? Почему на большинстве пляжей курортного района и не только устрашающие щиты купаться запрещено? И что по этому поводу думают ученые? Наверное, вы и сами все прекрасно знаете, что экологическая обстановка на водных объектах оставляет желать лучшего. Мы часто ходим по берегу Финского залива, по берегам других водоемов и видим таблички «Купаться запрещено». Это неспроста, поскольку бактериологическая обстановка неважная, мягко будем говорить, на этих водоемах. Если с точки зрения чистоты воды, с точки зрения состава воды и так далее, здесь еще мы более-менее вписываемся в требуемые рамки, то бактериологическая обстановка, она неважная. Когда человек выбирает место отдыха, он рассчитывает на те условия, которые как бы должны были быть. Раз название курортного района, значит, соответственно, и качество окружающей среды, в качестве, в частности, качество воды должно быть, как минимум, соответствовать экологическим стандартам. Но вот исследования показывают, что, к сожалению, этим требованиям отвечают небольшое число водных объектов Санкт-Петербурга. Курортный район в какой-то степени отличается в положительную сторону от этого, хотя и в нем практически проблема самого летнего отдыха, с точки зрения купания, тоже ограничена чрезвычайно сильно. И поэтому многие водные объекты, в том числе и в курортном районе, они, значит, запрещены для купания. Уже не первый год в нашем районе проводят свои исследования студенты и школьники из межрегионального экологического клуба Балтийско-Ладожского региона. Мы хотим приобщить школьников к экологической культуре. Это самое главное. Пусть они сберут другие специальности. Но то, что прививается им с ранних лет, беречь природу, экологическая культура. А я думаю, что они сохранят это на многие годы. И, кроме того, будут еще и передавать накопленный в биошколах опыт своим школьным товарищам. Что касается озера на сегодняшний момент, там процесс идет, он достаточно длительный. Этим занимается комитет по экологии, районная администрация. Мы, насколько возможно, пытаемся в ситуации находиться, потому что саммит непосредственно мы не занимаемся, не ходят в рамки наших полномочий. Но вот там длительный процесс изучения, вы знаете, был. Каждый период времени нужно было изучить для того, чтобы нашу уникальную природу, которая есть, не испортить. Потому что мы очень много принимаем быстрых решений. Быстро почистить, быстро убрать, воду слить, зачистили, углубили, залили. А осыны не там. Еще не известно, какие от этого будут последствия. Поэтому, конечно, здесь нужно всю ситуацию изучить и спокойно, планомерно к этому подойти. Я, насколько понимаю, в конце этого года уже будет какое-то заключение, непосредственно связанное с тем, какой план работ будет выполняться непосредственно здесь у нас, в нашем озере. Но то, что касается экологии в целом, как бы и в районе, и в Сестровецке, в том числе, все-таки это не только озеро. Мы должны говорить о всей территории, которая у нас есть. И мне приятно, что жители, волонтеры, но волонтеры, это и есть жители нашего города, которые выходят. И нам выходят, помогают в наших волонтерских каких-то направлениях, которые у нас есть, связанные с экологией. Мы же тоже выходим на территорию, пытаемся защищать не только в месячники благоустройства и в неблагоустройства, которые есть, но я имею в виду субботники, которые у нас есть. Потому что это все-таки больше какие-то квартальные территории. Тарковский парк, большая у нас была акция, связанная с тем, что мы очистили как бы дорогу туда, непосредственно уже к заливу. На заливе очень много как бы то, чем нужно заниматься. Потому что, конечно, мы все видим, что такой огромной территории, которая принадлежит курортному району и Сестрорецку, потому что Сестрорецк на сегодняшний момент является самым крупным муниципальным образованием по территории. Конечно, там за один раз нам всем ее не привести в порядок. Но в целом, конечно, волонтерское движение, именно люди, в большей степени населения, они откликаются и пытаются сами почистить свой город. Там, где, может быть, какие-то службы не успевают. На территории Ленинградской области Санкт-Петербурга недостаточное количество постов наблюдения и необходимо проводить такой дополнительный общественный мониторинг и контроль. Сестрорецкий разлив является важным плодным объектом для самого города. Сестрорецкий вообще для Санкт-Петербурга в целом. А сейчас ситуация ведет к тому, что большая территория заболачивается, а действий не предпринимается. А еще важно, что оценка вот такая комплексная, пока не представлена. Этим летом на выездной биошколе проводились исследования на нескольких объектах курортного района. Результаты исследований были представлены на научно-практической конференции. Действительно, раньше ученые создали модели, оценивали состояние, качество вод разных бассейнов и разных континентов. Но это, скажем, было начальный период. Но настолько стремительное техногенное воздействие человека на природу, оно, естественно, не могло не сказаться на изменения и водной среды. И мы это, к сожалению, наблюдаем повсеместно и систематически. И поэтому вот водная экология, включая и очень, так сказать, в направлении важная токсикология, оно необходимо человеку для того, чтобы понять, а вообще в каких пределах он может вмешиваться или, так сказать, оказывать воздействие на водную экосистему. И так как мы знаем, что процесс, протекающий в водных средах, он довольно длительный. И, скажем, вещества, которые легко разлагаемые, они попадают и действительно трансформация и водная экосистема справляется с этой нагрузкой. И многие модели были построены еще полвека назад, позволяли рассчитывать эти нагрузки, параметры и так далее. Но все-таки сейчас ситуация настолько изменилась, что не только модели, не только, так сказать, условия необходимо пересчитывать, но и действительно определять и оценивать нагрузку для человека, для всей экосистемы, оно вышло на уровень глобальных значений. И поэтому, значит, вот водное законодательство потерпело за последние, ну, можно сказать, даже десятилетия существенное изменение. И вот теперь мы, занимаясь проблемами локальными, так сказать, или региональными, так будем говорить, значит, естественно, учитываем и все те, которые связаны с глобальными процессами изменения качества вод в целом, в океане и в морях, и на нашей территории. В современном языке слово «экология» стало весьма популярным. Этот термин нередко употребляют в сочетании с такими словами, как общество, культура, семья, здоровье и так далее. Наиболее часто применяют это слово, указывая на неблагополучное состояние окружающей нас природы. Термин «экология» образован от двух греческих слов «ойкос» — дом, жилище, родина, и «логос» — наука, означающих дословно «наука о место обитания». Современная экология не ограничивается только рамками биологической дисциплины. Она превращается в науку, изучающую сложнейшие проблемы взаимодействия человека с окружающей средой. 5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Но значит ли это, что только один год вся страна будет заниматься решением экологических проблем? И можно ли решить эти проблемы разом за один год, за два, за три? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова